Здравствуйте, дорогие садоводы, розоводы! Хочу показать вам, как я буду обрезать лаванду после цветения. Я это называю летняя обрезка. Лаванда была, конечно, красотка. Я видео снимала на эту тему. Да и видно, да, остатки уже такой роскоши, цветения. Ну и попутно покажу, как я эту клумбу обрабатываю. Если кто не знает, то у меня не было 4 недели где-то дома. Все заросло, конечно. Оно замульчировано, но даже не видно, что замульчировано. Там все-все в траве. Сейчас будем приводить в порядок и покажу, как я обрежу эту лаванду. Я оставляла где-то сантиметров 50 диаметре ее по весне. Сейчас, наверное, все-таки сделаю немножечко покороче шарики, чтобы были. И покажу еще, как я буду обрезать шалфей. Вот у меня еще шалфей здесь есть. Он тоже цвел, у меня вот тоже развалился весь куст. Я не люблю, когда оно такое разваленное все. Я считаю это беспорядком. Очень красиво цвела, конечно, лаванда. Очень красиво. Я закину ссылочку на цветение лаванды. Конечно, была мощь. Ну, разговоры разговорами, а надо работать. Начинаем работать. Смотрите, расчистила я тут немножечко вокруг вот этих крайних двух лаванд. Убрала лилейники. Все почистила там. Там все красивенько. Хотела показать, что у меня оказываются разные сорта здесь. Смотрите, какая красивая. Широкий такой лист у нее. У этой лаванды. Я покупала, помнится. А эта немножечко другая. Хотя она и та, и та называется узколистная. Но, не знаю, у этой, видите, совсем другой лист. У этой более широкие листы. У этой более узкие листья. Сейчас буду обрезать. Не будем пока разглядывать сидеть. Узкие листы. Широкий лист. Обрежу сначала все цветоносы, а потом посмотрю, как, каких размеров буду делать эти шарики. Хотя этой лаванди, вот именно этим, раз, два, и вот третья, там не видно ее. Второй год только. Я их весной прошлого года черенками сажала. Тоже красотки уже цвели в этом году. Сейчас покажу. Вот и пообрезала я их. Получилось раз, два, три штучки молоденьких, которые у меня растут. Вот. Уже время восемь часов вечера. У нас уже потемнело. Уже ничего не вижу. Все оставляю на завтра. Смотрите, нарезала сразу же черенки, кинула их воду, завтра посажу. Черенки садим обычно, как обычно. Все, я их сажаю пучками. Я их не рассаживаю по одной штуке. Это заморочки, такие мне не нужны. Потом, когда они прорастают, тогда я уже их разъединяю и рассаживаю. Вот так получилось. Ой, комары кусают уже. Все, надо бежать в дом. Вот такие сразу видно. Да, вот теперь уже точно видно, что разные лаванды. Обязательно черенкую, обязательно рассаживаю и посажу вдоль дороги. А вот это вот огромные кусты. Я уже тут начала чуть-чуть резать. Не знаю, завтра посмотрю. Надо, конечно, покороче их делать. Мне такие огромные тут не нужны. Так, прощаюсь. До завтра. Наступил второй день. Опять я возле этой клумбы. Ну, сейчас хочу коротенькое отступление. Очень много у меня посыпалось семян этой лаванды. Вот они. Я их собрала. И попробую-ка я их посеять. Не только черенками посадить, но и посеять. И посмотрим, что из этого получится. Прорастут, прорастут. Нет, не надо. Вот сейчас посеем. Они такие крупные, поэтому их надо прикрывать. Конечно, густо очень. Ну, пойдет. Потому что я никогда не сеяла их. Я всегда только лаванду черенковала. Сверху вот землей присыпем. Не буду много присыпать. Чуть-чуть. Все, сейчас полью и поставлю туда, на землю, где у меня детский сад. Я это называю. И буду наблюдать, получится, не получится. Ну, это короткое отступление. А так я продолжаю работать с клумбой. Пообрезала я цветоносы вот у одной лаванды. Эту еще я не трогала. Вот сколько цветоносов у вядших срезала. И вот эта лавандочка, которая между ними, между этим монстром и этим монстром, вообще почти не росла. Посмотрите, как она маленькая. Эти, конечно, очень большие, слишком большие. Сейчас придется мне их урезать. Как уменьшать в размерах, не знаю. Скорее всего, все оголится, будет некрасиво. Но ничего, обрастет потом. А я ведь оставляла сантиметров 20-30 весной. И вот это что превратилось. Эту еще не обрезала. А эта несчастная. Ей, правда, второй год здесь только. Третий год, нет. Это те у меня из черенка. Второй год. А этой третий год. Но она все равно малепесенькая. По сравнению с этими монстрами. Сейчас будем урезать. Первую я обрезала шариком. Вот, смотрите, с правой стороны. Я убрала побольше, потому что здесь вот этот кустик более-менее хоть разрастется. Ничего, но все примет нормальную форму. Так вроде ничего получилось. Кругляш хороший. В принципе, сильнее не могу обрезать. Там уже все чернота. А в ноль обрезать мне как-то не очень хочется. Ну уж лучше вот такая лаванда, чем вот такая лаванда. Чем вот такая. Сейчас я эту буду потихонечку резать. Ну, прямо парикмахерша причесочку тут ровняла. Еще есть, конечно, там вот хвостики торчат. Сейчас еще заровняю получше. Ну, так вот и будут жить. Пришлось мне этого до хвячка срезать. А что делать? Потому что там такого убожества. Там шарик делать не из чего. Вот я его срезала. К осени, конечно, она растет. Вот что это? Это веник какой-то. Как можно из веника сделать красоту? Топиарную фигуру? Так скажем. Никак. Что это? Это вообще ни о чем. Поэтому черенки режу. И сажаю. Еще тут у меня проблемка нарисовалась. Пришлось очень долго, много потратить времени. Крот подрыл под самым камнем. И крот, видать, уже дедушка-пенсионер. Слишком большую кучу он мне накидал. Куча лежала и там, и тут. И пришлось мне эти камушки сейчас убирать все. Просеивать, провеивать. Ну, короче, трачу много времени так. Не на обрезку. Уже бы закончила давно, если бы не вот эти вот маленькие трудности. Видите, даже уже камней мне не хватило. Придется еще идти на кучу подсыпочку делать. Ну, тем не менее, продолжаем делать. Ну, вот это хожу и смотрю. Еще ножницами подровняла. Прямо идеальная стрижечка. Просто супер. Очень красиво получается. Будет красиво. Медленно и плавно я доплыла до шалфея. Вот он мой шалфей. Вокруг сейчас там все убрала. Пришлось даже камушки снимать, провеивать. Очень долго я ковыряюсь, потому что очень много мусора. От покоса травы, от цветения лаванды, от цветения лилейника. Все-все-все-все это пришлось мне вычищать. Провеивала, продувала, хоть немножечко мусор убрала. Теперь буду резать лаванду. Господи, что я говорю, шалфей. Видите, какой вкус некрасивый, такой раскидистый. Аромат, конечно, изумительный. Буду сейчас делать из него шарик тоже. Зачем мне вот это вот, раскидоны такие. А черенки обязательно посажу. Обязательно зачеренкую. Еще ж хотела показать. Сейчас покажу. Вот здесь у меня дорожка вокруг этой ямы. Видите, цветы стоят. Ну-ка. Тоже косили. Мусор летел. Вот это, видите, все-все. Сейчас буду приводить в порядок. Вся эта зона. И по наддомам тоже вот видно, что трава скошенная. Там все мусора очень много. Короче, мне ковыряться и ковыряться еще. Желательно, конечно, до 12 успеть. Ну, не знаю, успею, не успею. Потому что уже жарко. А потом будет вообще 38, обещали. Не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Делаем шалфей. Вот он, красавчик. Долго ли умеючи? Щелк, щелк. И шалфей стоит лысый. Стоит лысый. Зато черенков сколько. Кучка целая. Сейчас нарежу. Водички постоят у меня до вечера. В жару не буду сейчас ничего сажать. И посажу. Перехожу на следующий объект. Вот на вот этот страшный, ужасный. Вот оно все. Я специально цветы убрала отсюда. Ну-ка, смотрим. Вот это 550 раз пока меня не было. Трава косилась. Все сюда летело. Сейчас все подметать буду. Выгребать буду. Цветочки обрабатывать. Обрезать. Будет очень хорошо. Чисто главное. И аккуратно. Посмотрите, сколько череночков получилось у меня. Шикарно просто. Просто шикарно. Ну, поштучно не знаю. По одной штучке высаживать. Если хватит мне нервов, то высажу. Нет, значит, по нескольких штук. Ну, не знаю пока. Это все будет вечером. Покажу, как я их посажу. Хотя ничего особенного нет. Все вы знаете, как это делается. Воткнула, накрыла банкой, полила. Все. И следить только поливать. Наконец-то я закончила эту кумбу. И вдоль дома дорожку закончила. Думала, что это так быстро. Абсолютно не быстро. Вчера часа два я эту дорожку ковыряла. Потому что сколько там косили травы, все туда летело. Паутина, жучки-паучки, мусор весь перебирала. Вот эти крупные камни. Каждый-каждый камень перебирала. Убирала мусор. Короче, наводила порядок. Генеральная уборка это называется. А для тех, кто боится за вот эти горшки под названием лечузы. Смотрим на один горшок, на второй горшок и на третий горшок. Красавцы стоят, прекрасно себя чувствуют. Прекрасно. Так что не надо переживать, что им на улице очень плохо. Им на улице очень хорошо. В зиму они зайдут в дом. Здесь, естественно, привела в порядок. Тоже. Каждый камушек тоже перебирала. Потому что все косилось, пока меня не было. Все кидалось, бросалось. Но сейчас ветер дует, и лист опять летит. Ничего, пусть летит. Клумба под названием лавандовая или клумба с лавандой приведена в порядок. Теперь следующий этап у меня. Это, скорее всего, будет рабатка яблоня. Сейчас пойду туда ковыряться. Все так чистенько, красивенько все подмела. Под столом лазила, тоже ковырялась там, убирала мусор шелухой и все-все-все убирала. Такие горшочки, такая стеночка. Это старый дом. Саманный, обложенный кирпичом. Мы его не сносим, он так и живет. Рядом с нами. Вот так вот, аккуратненько мы его хоть как-то украсили. Хоть как-то. Ну, еще посмотрим на мою лавандовую клумбочку. Стою с этого ракурса, потому что ветер дует. И для того, чтобы вы слыхали, что я говорю, приходится стоять с этой стороны. Тогда чуть-чуть помолчу. Посмотрим с этой стороны. Полила уже все. Вот так она выглядит. Красота из красоты. А теперь всем всего хорошего. Пока!